Здравствуйте, здравствуйте. Так совпало, я думаю, не случайно, что темы, которые сегодня у форума обозначены как заглавные, это инвестиции, качество и технологии, они как раз вот в наших действиях последних паралет прослеживаются, как наши собственные приоритеты, и мы как раз делимся здесь опытом по части инвестиций. Это опыт реализации энергосервисного договора, достаточно масштабного и по своей сложности, и по объему привлечения финансирования, это на сегодняшний день крупнейший энергосервисный договор в стране. Соответственно, сегодня мы уже говорим о результатах, не только привлечения, но сегодня мы эксплуатируем уже эти новые котельные, и, соответственно, те шишки, которые мы набили на пути, когда первыми проходили путь формирования этих договоров как механизмов, мы, соответственно, делимся. Но вы и сами блочно-модульные строите котельные? Хуже. Гораздо сложнее получилось. Дело в том, что у нас плотная застройка, соответственно, и, по сути, реконструкция выполнена в старых стенах, то есть без перерывов теплоснабжения и горячем водоснабжении. Мы, соответственно, в старых стенах в течение одного года от и до провели весь цикл, и сегодня стены старые, а, соответственно, завершение... 16-го года отдельных за один год. Ну, во-первых, вы знаете, что с 16-го года вообще все переходит, вся страна на долгосрочные тарифы, а в 14-15-го регионы по готовности тоже могут переходить. И второе, то, что в типовом проекте конституционного соглашения мы сейчас забили, там обязательные условия долгосрочного тарифа по формуле на весь период концессии. Ну, то, что касается концессии, мы свое дело делаем. Это, во-первых, схема теплоснабжения и долгосрочные инвестпрограммы, во-вторых, регистрация имущества и, соответственно, дальше уже, собственно, от органов регулирования зависит... Значит, 100% муниципальное акционерное общество теплоэнерго работает пока в тех условиях. Вот, и нужно отметить, что теплоэнерго у нас активно сейчас принимает участие. У нас более тысячи гектар фонда МРЖС предоставлены застройщикам жилье как раз эконом-класса. И мы сейчас как раз теплоэнерго прорабатываем те механизмы, чтобы они, по сути, теплоснабжение вот этих новых районов... А, по нашей схеме, да. Да, взяли на себя, да. Им это интересно, мы считаем, смотрим, но на сегодняшний день... Мы находим отклик у инвесторов, находим абсолютно живой. То есть мы понимаем, что там, где мы не связаны тарифным регулированием, при новом строительстве законодательства сегодня создают условия для свободных договоров. Плюс это же новые сети, потери минимальные там, конечно. И наш интерес это получить долгосрочный бизнес, это интерес на шаг вперед получить инфраструктуру. Вы там условия знаете, да, то, что, значит, обязательно не менее 25 тысяч квадратных метров программного жилья на территории. И мы готовы по 4 тысячи рублей за метр на инфраструктуру дальше выкупать через облигации АИЖК. Это мы сейчас новый участок как раз подготовили в городе, близкими сетями, уже презентовали. Как раз вот было доклад у Медведева, мы попали туда. Попали в 3,6 от директора. Да, 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 да. У нас такая площадка готова. Но у нас вот о чем я говорю, это тысяча гектар, это фонда РЖС, которые предоставили по голландскому обдалу. А, по голландскому. И у нас теплоэнерго как раз идет, чтобы мимилизовать свою схему. Ну, РЖС же тоже торгует, там несколько застройщиков, ну, условно, там 8. И если каждый будет ставить себе там крышные котельные, то есть будет опять разнообразная разбитая система, они будут делать центральный узел, центральное обеспечение. И нам стратегически теплоэнерго интересно как партнер, они эксплуатируют и содержат все дальше. И везде крупные площадки мы как раз с участием наших компаний. Ну, еще один момент. Они второй год работают по двухставочным тарифам. Насколько я понимаю, мы, по крайней мере, из больших городов, единственное, кто ведет население грамотно от и до построив подготовку. Мы прошли момент этого перехода без каких-то сложностей с точки зрения населения, поскольку сам по себе платеж, как величина, не поменялся в момент изменения способа начисления. А сейчас, когда у нас все наши потребители уже получили общедомовые приборы, у нас эти два элемента сложились в общую систему. Теперь у нас нет каких-то противоречий в экономическом плане с потребителями. Мы в одинаковой степени чувствуем последствия и сокращения потребления, и, соответственно, сокращения затрат. У нас нет мотивации лишнее толкать, извините. У потребителя ничего не изменилось, а у них потери теперь строго контролированы. Понятно. Они все видят, все понимают. И у нас нет мотивации обманывать потребителя, отпуская больше, чем объективно нужно. У потребителя нет мотивации, скажем так, играть со своими объемами потребления, потому что один в один наши затраты по объему потребления покрываются платежом. Все понятно. Успехов. Спасибо.